Добрый день! Если вы помните анбоксинг вот этого кубика от Даяна, который Master's Cube, который не совсем Master's Cube, имеет свое название, которое трудно выговаривать, но визуально он похож на Master's Cube от Олона, хотя вращается немножко по-другому. Так у него на коробочке был нарисован следующий вид, более сложный, вот такой. Я его очень ждал. И вот он приехал. Это семислойная головоломка Professor's Cube, я не знаю как. Называется он Dian7 Cube. 4-axis 7-runk Cube Magic Cube. Ну, это с профессором Master's Cube, скажем так. Давайте посмотрим, что он из себя представляет. Так, здесь сразу видно много-много квадратиков. На коробочке. Ну, эта коробочка та же самая, что от пятислойного. Точно такая же коробочка. Ну, многие фирмы так делают, делают одну коробку, на несколько головоломок. Останавливаться не будем. Давайте развернем. Очень я долго это ждал. Очень мне это хотелось. Но механизм тут достаточно сложный, сравнимо. То есть размер такой же. Такой же абсолютно размер, но слоев больше. Кстати, как-то он так расхлябанно сделан. Мне кажется, тут мастера Dian7 Cube немножко поленились. Есть некоторые грехи. Так, вращается. Неплохо вращается. И так вращается. Если мы вспомним этот. Здесь вращались некоторые вот так, а некоторые вот так. Так нет. Вот такая часть. Посмотрим, как здесь. Ну, вот так вращается. Неплохо вращается. Должны вращаться еще некоторые уголки. На пятислойном какие-то уголки вращались. Соседние с ними нет. Но зато вращались вот так. Здесь тяжело, но вращается. Очень тяжело. И этот вращается. Давайте мы их все повернем, чтобы видеть, какие вращаются, какие нет. Все четыре вращаются. Интересно. И тут, и тут. Но не похоже вращаются все. Так. Такое вращение есть. Такое вращение есть. Тогда должны вращаться вот эти как-то слои. Вот это не вращается. И судя по строению деталек, физически невозможно, чтобы вот эти вот два слоя повернуть. Вот эти. О, как. Как тяжело. Давай, глядя, рассыпется. Да, тут что-то мастера Даяна точно сэкономили. То есть мне приходится вот эту часть держать, чтобы вот это провернуть. У нас все разъезжается. Ну, видимо, хорошо вращаться надо будет далеко не сразу. Давайте проверим. Так. Вот по этой полосе не вращается. Следующая только вот так. И все. С этой стороны. Ну, здесь та же система. Так. Это должно вращаться. Да. Ну, под угрозой рассыпания. Но вращается. Видимо, на первых порах с этой головоломкой надо быть очень-очень осторожным. Я надеюсь, он притрется. Пока. Впечатление, честно говоря, у каких-то древних головоломок. Я понимаю, механизм очень сложный. Многосвойный. Но что мне удалось здесь осознать? Если эта версия как бы асимметричная, то есть какие-то углы вращаются так, какие-то вот так, то здесь все вращаются одинаково. То есть за любой угол можно повернуть вот так вот половину головоломки. Вот за это можно эти три слоя повернуть. И уголок. Уголок тоже. И с любого угла, мне кажется, так возможно сделать. Да, вот нехотя, но дает понять, что может это сделать. Мы смогли, мы повернули. Ну, как-то вот так. Боюсь сейчас перемешивать. Надо его либо смазать, я не знаю. Что расслаблять, наверное, смысла нет. Просто нужно вот эти части медленно-медленно разработать. Поворачивать потихоньку много раз. Ну, честно, впечатление несколько подпортилось. Из-за качества вращения. Ну, я думаю, он разработается. И вращаться будет получше. Будет очень хорошо, если он мне не помнит до конца видео. Это будет очень хорошо. Так. Я попытаюсь вернуть его на место. Я пока не представляю, как он собирается. Но тем интереснее будет попытаться его собрать. Не буду сейчас рекомендовать его к приобретению. Покручу. Надеюсь, что все вот эти вот недостатки во вращении исправятся. То, как то пока странновато выглядит. Это тоже поначалу выглядел странно. Но хотя он крутился значительно лучше. Но после нескольких сборок стал вообще замечательным. Ну, что. Спасибо Дайану за столь интересный куб. Покрутим. Узнаем. Как он себя поведет. На этом, наверное, все. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok